Новое правило в получении ОСАГО. На рассмотрение депутатов Госдумы поступило предложение, которое предусматривает проверку всех получающих ОСАГО автомобилистов на наличие задолженности и по налогам и штрафам. Законопроект поступил в Госдуму сегодня и предусматривает внесение соответствующих поправок в Налоговый кодекс Российской Федерации. Подобное предложение имеет под собой обоснование в 349 миллиардов рублей по различного рода просроченных задолженностей. Однако такое нововведение одобряют далеко не все депутаты. Есть другие механизмы. Есть механизмы штрафов, пени, судебных разбирательств. Почему нужно ставить страхование в угоду наполнения налогов, мне совершенно непонятно. Я могу сказать на самом примере. У меня был период, я там в течение года разбирался с транспортным налогом. И что мне для того, чтобы застраховаться, нужно что? Было согласиться с ошибочными мнениями, что ли, налоговыми, запрещать страховаться? Из-за того, что есть какие-то невыясненные отношения, это полный бред. Сейчас для оформления полиса обязательного страхования автогражданской ответственности требуется паспорт, водительские права, свидетельство о регистрации автомобиля и наличие техосмотра. Если предложение о справке об отсутствии задолженности внесут на голосование, она потребуется уже с 1 апреля 2014 года. Сегодня автомобилисты сталкиваются с рядом проблем при оформлении полисов ОСАГО. Некоторые страховщики уже сейчас навязывают дополнительные услуги этой страхования жизни и наличие техосмотра только от страховой компании. Судя по опросам водителей, многих новые правила совсем не радуют. В последний раз человеку, когда он придет получать полис ОСАГО, я считал, что у него штраф, о котором он не знает. Если у него получится проблема, у него потом проблема двоится. Была одна проблема – штраф, теперь были две проблемы – штраф и еще полис ОСАГО. За должность, может быть, за какие-то штрафы, может быть, сюда и подходит, но не как на налоги. Потому что смотря какие же они могут быть налоги-то. Да, ну, налоги-то всегда надо платить, и штрафы надо оплачивать, так что, ну, здесь все правильно, наверное. Это очень даже неудобно. Ну, как это так? Если человек там не заплатил где-то, там какой-то налог, а при чем тут автомобиль? Продолжение следует...